Дамы и господа, всем привет! Сегодня я вам расскажу о коляске от компании Inglisino. Моделька называется Quid 2. Это ультракомпактная прогулочная коляска. Кстати, цвет, который вы сейчас видите, он называется Elf and Grey. Просто серый, короче говоря. Обычно такой серый меланж, знаете, вот что-то из этой серии. Нормальный, прикольный серый цвет. Сейчас они очень популярны, уже не первый год эти расцветки. Эти тона серого цвета, скажем так. И сейчас у нас весна. И начинается уже такая подготовка к теплому сезону. И нужна реально компактная легкая колясочка, которая хорошо будет подходить для путешествий, для прогулочек, для торговых центров и тому подобное. В общем, мобильная коляска. И Inglisino Quid 2 для этого очень хорошо подходит. Итальянский бренд, вдруг кто не знал. Краткие характеристики базовые, назову вам. Производитель дает гарантию на коляску 1 год. Вес с сидением небольшой 6,7 кг. Это вполне себе не тяжелая колясочка. Отличный показатель по углу наклона. Здесь 110 и 170 градусов угол наклона спинки. Чуть позже покажу. Производитель заявляет, что можно ее эксплуатировать с 7 месяцев. Ну, из практики могу вам сказать, что из 6 месяцев, думаю, спокойно можно ее использовать. И ширина колесной базы здесь 47 сантиметров. Это одна из самых узких по шасси колясок, которые, я знаю, вы везде, вот абсолютно везде спокойно на ней проедете. Так, комплектация, кстати, у нее дождевик. И в комплект еще входит, казалось бы, такая вот ультракомпактная коляска для летнего времени года. Но накидка на ножки, которая здесь идет, она такими накидками комплектует. Обычно такие всесезонные коляски, которые очень хорошо проходят, показывают себя зимой. Очень глубокая, очень теплая. Очень хорошо фиксируется на кнопках. То есть, не на липучках, а надежное крепление. И ветром даже, никаким не сдует эту накидочку. Даже непривычно видеть такой ультракомпакт вот с такой вот теплой накидкой. Но приятно, что она есть. Если снега еще нет и кругом асфальт, а уже холодно, вот эта вещь будет актуальна очень. Вот. Так, давайте сверху вниз будем с вами ее изучать. Давайте о ручке поговорим. Что касается ручки, почти идеальная толщина ручки. Я уже во всех обзорах, наверное, это говорю, что толщина ручки для меня важна. Когда хват удобный, приятный. Мне это очень нравится. Обито все мягенько, приятно эко-кожей. Ручка, она никаким образом ни по наклону, ни по вылету не регулируется. В козырьке у нас есть смотровая кошечка с москитной сеточкой. На магнитике это все держится делом. Можно козырек увеличить. Вот таким образом. И козырек у нас становится действительно большой. Он с защитой от ультрафиолета UPF 50 стандарт. Вот. И видите, он падает прямо до бампера. И даже ветер встречный в лицо. Там пыль поднялась, знаете, такое лето бывает. И в лицо летит. Вот более-менее тоже спасает от этого дела. В общем, козырек отличный. Кстати, очень приятные ткани в коляске. Что на козырьке, что в сидушке. Так. Сидение. Сидение у нас 110 градусов. Вообще классно. Капитанская посадка. Все хорошо. Достаточно мягенький матрасик. Они туда интегрировали поролон. И получается посадка достаточно комфортная, мягенькая. Подножка, естественно, у нас. С прорезиненным основанием. Ступенька. Все как надо. Пятиточные ремни. Мягкие накладки есть и на плечевой зоне, и на паховой. И также, что касается безопасности, у нас присутствует здесь вот такой вот бампер, который как калиточка откидывается. Супер решение, когда можно убрать его в сторону и еще вниз. Чтобы вообще не мешало нам сажать удобно ребенка. Так, давайте теперь я сейчас разложу горизонтально максимально. Посмотрим на максимально лежачее положение. Регулируется здесь спинка с помощью ремешков. Вот так оттягиваем. Можно, кстати, вот эту часть всю откинуть и проветривать. Сюда фиксируется, и у вас получается сквозное проветривание. И одевается она с помощью липучек внахлёст глубоко, и сзади поддувать не будет, если вы до конца оденете. Так, смотрим. 170 градусов. Естественно, это не 180, само собой, но вполне себе, чтобы с 6 месяцев, по моему мнению, производить и заявлять с 7 месяцев, можно спокойно ребеночку здесь спать, и все будет супер. Вот как это выглядит. Как по мне, хорошо. Так, давайте теперь посмотрим с вами на шасси, колеса, амортизацию и то, что там у нас снизу имеется. Собственно, друзья, давайте поднимем спинку обратно. Чтобы ее поднять, нужно просто потянуть за ремешки, и она в 110 градусов поднимется. Основание, друзья, у нас, естественно, металлическое, колеса у нас полиуретановые. Кстати, вот спереди особенно мне понравилось, очень хорошая система амортизации, антишок так называемый. Колеса, естественно, можно заблокировать, снять, если это все надо. А нужно снимать колеса хотя бы раз, 2-3 месяца. Снимайте, ВДшкой пролейте, силиконом залейте, чтобы она вам служила долго, верой и правдой, и не ломалась, и не скрипела и тому подобное. Вот. Что касается багажника, он тут есть, у него доступ, в принципе, адекватный. Спереди, если подножку поднять, вот, смотрите, доступ хороший. Но даже если там все занято, ножки висят у ребенка вниз, сзади тоже, в принципе, можно что-то положить. Что мне нравится, он из плотной ткани, хорошо посажен на шасси, и он надежно держится. Поэтому, если вы что-то тяжеленькое туда будете класть, тогда проблем это никаких не вызовет. Тормоз у нас постоянно регулируется, постоянно подошвой. Не нужно будет ковырять обувью. Это тоже очень-очень хорошо. Так, теперь давайте посмотрим, как она складывается. Что мы имеем в сложенном виде? Чтобы ее сложить, здесь есть на ручке две кнопочки от нас сбоку, слева. И ее сначала нажимаем, потом большую одновременно, соответственно, и опускаем колясочку вперед. Вот таким образом это все происходит. Вот, у нас здесь есть непосредственно ручка, такую, с толстого такого ремня, с резиновой такой накладкой, чтобы удобно было нести. Естественно, можно снять бампер, чтобы это все было компактненько, потому что коляска для путешествий очень хорошо подходит. Как по мне, отличный результат. Раскладывается, делайте то же самое, нажимаем те же кнопки, просто таким хлестким движением раскрываем ее, и она под всем же весом раскроется. Так, что я не сказал? В принципе, все, что хотел, друзья, я сказать сказал, но не сказал самое главное, друзья. Это коляска среди своих конкурентов, вот в подобном качестве, одна из самых недорогих. Причем, инглезина, наверняка вы слышали, это бренд очень хороший. Вот, и предложение сейчас, вот цена-качество, много интересных предложений, но вот именно у этой коляски, наверное, самая адекватная цена. Вот я бы так, наверное, сказал. Вот, за такое качество, комплектацию, за бренд, легкость, ощущение от коляски явно тянут на большую сумму. Поэтому обязательно посмотрите эту модельку, когда будете выбирать для своего ребеночка легкую, ультракомпактную коляску. Можете в магазин приехать наш, у нас много магазинов в России, ферстбаги, в других колясках посидеть, в этой посидеть, покатать, посмотреть, как это, по ощущениям, колясочка будет для вас. Вот, ну ладно, собственно, вопросы остались, комментарии открыты. Задавайте, пообщаемся, ссылочка на нее в описании, повторюсь, есть. А вам удачная дорога, всем пока! Пока!